Это как-то отельщики, там у друзей перебивались, еще что-то. А тут вы понимаете, что через 6 месяцев и почти ежедневных встреч вы не пришли к тому, чтобы жить вместе на одной площади, то тут надо как-то уже определяться. То есть или напрямую задавать вопрос, ну или искать уже какие-то альтернативы, потому что тянуть не заметишь, как 10 лет пройдет, а ты уже ему как чемодан без ручки выкинуть жалко, и нафиг не нужна. А у тебя единственное и последнее, что за 10 лет было, был, потому что уже все сложно назвать, это было. И тебе жалко уже, даже не из-за того, что ты от него не можешь уйти, что ты его любишь, а из-за того, что тебе, блядь, уже свое время жалко. 10, сука, лет ему посвятило. Понимаете, а что такое 10? 30, еще женщина молодая, молодая, активная, самый сок. А через 10 это тоже 40, понимаете? А ему только 40, а женщина в 40 тоже переживать начинает насчет возраста. Хотя вот сказала в начале эфира, что 40 лет, 40, 45, 46, это классный возраст, да. Но все равно там уже сложнее найти отношения хорошие. Если девушка не освоила науку подсаживания до 20, то в дальнейшем этому и не научиться. Почему же? Можно, можно, да, можно на себя подсадить, и позже, и наоборот, с возрастом приходит какой-то опыт. Бедный сиски ходит, да, и блин. Где вы сейчас грудь видите? Вы мне объясните. Вы так говорите, как будто голый перед вами не сижу. А чего я запросить сиськи-то? У меня даже декольте нет, я уже все, понимаете? В галстуке буду выходить. Хотя это еще хуже, у вас фантазия начнется. Если жена алкоголик, муж ей дал второй шанс, декодировал, родили, закодировали, родили второго ребенка, а он боится, что если вдруг она узнает, то запьет, что если вдруг она узнает, то... Нифига вы мне там Санта-Барбару написали. Она пьет, у него второй ребенок, любовницы, нелюбовницы. Вы знаете, я вам сейчас скажу такую простую вещь. Вот тоже говорю в своих марафонах на занятиях по психологии. Когда стоит выбор, типа я не могу выбрать, вот стоит дилемма, понимаете? Жена-любовница. Это он боится бросить, потому что она опять запьет, а это ему второго родила. И дилемма, знаете, что происходит в этот момент? Он не хочет делать выбор. И мозг настолько хитрый, он играет с нами, мы играем с ним. Он настолько хитро все это выворачивает и говорит, хозяин, я просто в таком положении, что я не могу выбрать. А на самом деле, что происходит? Это обман, иллюзия. Человек стоит перед выбором. Тот, кто хочет выбрать, сделать выбор, он всегда сделает выбор. Просто он не хочет этого делать. И мозг ему говорит, это единственный выход, где ты себя полностью оправдаешь. Я в безысходной ситуации, у меня дилемма, я не могу выбрать. Понимаете? Человек, который выбирает, он сразу и выбрал. Все. Человек, который не хочет выбирать, его мозг делает такие вот хитрости, такие, знаете, ловушки, в которых человеку выгодно жить, удобно. Поэтому, ну, он не хочет выбирать. А нафиг ему? У него есть оправдание. Ему выгодно. У нас всегда есть оправдание. Та забухает, а эта беременна, родила. Вот и оправдание вам. А что нет-то? А на самом деле ему просто не надо ничего выбирать. Да, 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 Светочка, говорили как раз вчера об этом. Некто, нельзя, что-то там. Ну, живет на две семьи, взял вторую, схожу с ума. А вы об этом знаете, то есть, да, ну, нормально же, схавали и живете, все. Девочки, я уже вам тысячу и один раз говорила, то, что, узнав, что ваш мужчина там встречается с другой женщиной, у них там, возможно, уже даже семья или дети. Если вдруг вы начинаете владеть этой информацией... Сейчас, солнышки. Сейчас, солнышки, подождите. 15 лет я в браке. 13 официально, 15 мы вместе. Если вы узнали, вы вдруг владеете уже информацией, что ваш... Где-то в телефоне нашли, в переписках, еще как-то, каким-то образом, случайно увидели, донесли соседи, друзья, не знаю, каким-то образом вы узнали, все-таки, что у него есть другая женщина, то у вас есть два варианта. Себя спалить и сказать ему о том, что вы владеете информацией. И промолчать. Вот когда вы себя спалили, у вас опять стоит выбор. Или вы схаваете, и для него это как бы официальное разрешение, что все окей, отлично, нормально, можно дальше жить и продолжать. Или вы разводитесь. То есть вам приходится уже выбирать. Или вы разводитесь, или вы схавали. Вы схавали. Все, вы уж простите, вы сделали свой выбор. А надо было всего лишь промолчать, когда вы стали владеть информацией. Вот это как раз тот самый правильный выбор. Понимаете? Тот самый правильный выбор, когда вы не говорите, что вы все знаете. Зато у вас все козыри на руках есть. Зато вы владеете этой информацией и знаете, как дальше уже рулить. Вы можете разрулить так, что он уйдет оттуда. И вы себя не спалите хотя бы. Вам не надо будет оправдываться и делать выбор. Понимаете? Вы хотя бы вот этот момент уловили. Потому что у нас у всех эмоции кипят. Мы все там... Тусовка в понедельник в Масюне приедет с Сашкой. Наташка не приедет, у нее соревнования. А когда ты себя не палишь, все. Ты можешь там, во-первых, бороться за свою любовь надо. То есть, если ты видишь, что там ситуация с твоим мужиком, ну, завис он, блин, его там держат практически за член, понимаете, силком. Надо обязательно с той бабой разобраться. Только не напрямую с ней. Она же побежит рассказывать. Найти много хитрых способов, как это сделать. Понимаете? Как ей подсолить? Я такие страшные вещи, конечно, говорю про подсолить, там еще что-то. Где-то ей может мужичонку подсунуть и потом своему мужику. Втихаря показать, что ты мне извини, а ты там через кого-то все это передать. Что она не только с тобой спит, твоя любимая любовница. Ну, то есть, есть много хитростей. Девочки, я всегда говорю, надо быть хитрее. А не переться своими эмоциями. Зато люблю, зато у меня эмоции, зато сопли по асфальту и все. Все, я счастлива. Я себя буду грызть внутри. Понимаете? Три шага вперед надо. Три шага вперед продумать. Эфир сейчас будет уже вылетать, зависать. Да, много расскажу про расстояние тоже. Просто эфира мне не хватает. У меня максимум 32 минуты и все, и вылетает эфир. Это релакс, который у меня на йоге играет. По поводу телефона внизу, солнышки. Телефон для марафона. Марафон стартует фитнес-йога-психологический марафон. Стартут он 25 ноября и будет идти он до 25 декабря. Ровно месяц. За месяц вы получаете утром кардиосиловазь на щеке. На и в 10 утра в 8 вечера йога-растяжка со мной. Два раза в неделю психология. В 7 вечера, во вторник и в четверг. Каждый день правильное питание, каждый день домашнее задание. Все это стоит 1 тысячу рублей в месяц. Я приглашаю всех желающих. Хорошо вас прокачаем, хорошо вас растянем и промоем вам ершиком мозги. Поэтому, если хотите себя изменить и в Новый год вступить в другой, обновленный, лучшей версии себя, то приходите в наш марафон. Пишите вот на этот телефон, хочу в марафон, и я вас жду. А сейчас желаю вам спокойной ночи, сладких снов и любите в первую очередь себя. Прислушивайтесь к своему сердцу, прислушивайтесь к себе. Пока. В Евро, не знаю, посмотрите по ЦБ. Можно набить в поисковик и посмотреть, сколько будет в Евро. Прислушивайтесь к своему сердцу. Продолжение следует...